В эфире телекомпании «Город» программа «Вызов принят». Здравствуйте! В студии Алиса Харлина. Главная тема сегодня. Спустя год подозреваемый в убийстве Евгения Макликовой наконец задержан и готов рассказать свою версию произошедшего. В одном районе города находят контрафактный алкоголь стоимостью в несколько миллионов, в другом разоблачают группу наркоторговцев, почему преступники так любят Рязань. Вспомнить то, чего не знал. С этого года все мигранты сдают экзамены по русскому языку, истории и праву. Завершен международный розыск Карена Карапетяна. Его обвиняют в убийстве Евгении Макликовой. Напомню, в марте прошлого года женщина отвела ребенка в детский сад и больше домой не вернулась. Ее тело обнаружили через пару дней в лесопосадке села Оксинино. Следствие располагало главным фактом. В день своей смерти жертва села в машину к знакомому. Вы вышли из машины? Нет, она сама села. Сама села? Да, я не выслезал. Так. Привет, привет, села. Привет. Мы еще минуты поговорили. Угу. И поехали. Поймать беглеца помог краснодарский таксист. Он привез пассажира на вокзал и тот попросил об услуге купить билет на один из рейсов. При этом ни паспорта, ни иных документов водителю он не предоставил. Мужчина показался подозрительным и вместо кассы таксист прямиком направился к сотрудникам полиции, чтобы на всякий случай пробили по базе. Чутье не подвело. Он снимал квартиры, но поскольку везде требовали паспорт, он долго в одном месте не задерживался, потому что документов при себе, соответственно, у него не было. Погибшую девушку и ее родители подозреваемый знал много лет, практически росли вместе, но дружеских отношений не поддерживали. Незадолго до убийства Евгений и Карапетян случайно встретились. Девушка похвалилась, что собирается за новыми сапогами. Когда показала, за какими именно, Карен предложил выгодную, на первый взгляд, сделку. Он мог бы заказать лучше у знакомого. Девушка отдала тысячу рублей в качестве предоплаты и рассчитывала вскоре примерить обновку. Но дело не выгорело. По словам Карапетяна, в тот день он собирался вернуть деньги. Здесь состоялся разговор, что она сказала, что угрозы, децензурные слова и так далее. Я сказала, Евгений, Женя, успокойся. Она мне сказала, я сейчас ей глаза выкрукаю. И вот вошел разговор. Надо сказать, погибшая не настаивала на встрече. Напротив, она предложила закинуть злополучную тысячу рублей на ее телефон или перевести деньги на карточку. Но как это сделать, подозреваемый якобы не знал. По его словам, девушка перешла к оскорблениям, которым просто не мог ей простить. Рука мне била, и я когда уже руки отпустил, так, ну, хотелось вот так вот назад. Когда осознал, что совершил, избавился от тела, соответственно, вывез для леса полосадки, где в дальнейшем был обнаружен труп девушки. Рядом с цветами и крестиком неизбежные процедуры следственного эксперимента кажутся еще печальнее. В тот день малыш Евгений так и не дождался свою маму. А близкие друзья погибшей почти год ждали поимки предполагаемого убийцы. Почему вы не обратились в скорую помощь, к медицинским работникам? Вдруг она была жива? Я испугался. Вы имеете медицинское образование? Нет. Вы были уверены в том, что она не ртва? Ну, я потрогал, не бился в пользу. В настоящее время Карен Карапетян находится в СИЗО города Рязани. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. А к уголовному делу вскоре добавятся и иные составы преступления. В частности, кражи вещей и драготенностей погибшей. Следующее видео ни в коем случае не стоит смотреть детям и людям со слабыми нервами. В социальных сетях горячо обсуждали на этой неделе падение мужчины из окна девятого этажа и главным образом поведение пешехода, который прошел мимо погибшего. В этом рязанском дворе на улице Большая до сих пор вздрагивают, проходя мимо место трагедии. По словам одного из очевидцев, мужчина встал на балкон, выругался и спрыгнул вниз. Местные жители в шоке. Не успели отойти от пожара, устроенного одним из жильцов, как снова нагрянули пресса и полиция. Это видео практически сразу появилось в социальных сетях. И более двухсот пользователей единогласно обрушили свой гнев на проходящего мимо мужчину, который никак не отреагировал на ситуацию. Трудно сказать, какие мысли и эмоции в этот момент были в голове прохожего. Возможно, как представитель современной молодежи он вовсе не обратил ни на что внимания. С другой стороны, его участие все равно было бы бессмысленным. Что касается погибшего, то эксперты-криминалисты придерживаются версии самоубийства. Дверь квартиры была заперта изнутри, а на теле мужчины обнаружены только травмы от падения. К другим темам. Порядка 20 тонн спиртосодержащей жидкости, выполненной в виде продукции известных брендов, сотрудники полиции обнаружили на территории рязанского поселка Дягилева. Только по предварительным подсчетам стоимость изъятого алкоголя составляет более 10 миллионов рублей. Продукция должна была уйти через средние и крупные розничные торговые точки города и области. Но все, кого запечатлела оперативная видеосъемка, как один, ничего не знают. Газель, а Газель зачем приехал сюда? Ну, денег сразу подхал им, что там сейчас работает. Тяжело сейчас, сезон нет строить. А, ну ты как? Ты грузоперевозчик просто обычно? Ну да. А что грузить, что таскать даже? Без понятия. А вам заказ вообще откуда поступил? Ну, я стоял в Краснодаре, мне диспетчер позвонил, сказал, иди грузись, нас вези. Я ему, мы перевозим, да и все надо. Откуда у меня заказ поступил? Ну, понятно. А грузился где? В Анапе. В Анапе, да? Ну. А в Анапе откуда конкретно? Ну, там где-то адреса есть, вон, я конкретно, я там что-то помню эти адреса, я что-то там, я же сам же не местный. Помещение, это ваше, да? Нет, не мое. Не ваше? Нет. И товар не знаете чей? Товар тоже не знаю. И только скромный рабочий склада в двух словах дает понять, что залежи немаркированной алкогольной продукции появились в этом месте далеко не вчера. Тебя как зовут? Сайдуло. А ты давно здесь работаешь? Да. Ну, сколько примерно? Два лет. Два года, да? Да, два года. По словам директора Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадима Дроби, за такого резкого годового падения и таких низких объемов производства водки, как в прошлом году, отрасль не показывала ни разу в современной истории России. А связано это именно с тем, что подпольные производители стали теснить легальных. Выпуск алкоголя уже сократился на четверть. В текущем году ему пророчат падение еще на 15%. Пока мастера суррогата потирают руки в ожидании новой прибыли, покупатели продолжают травиться дальше. Задержано несколько активных участников еще одной организованной преступной группы, занимавшейся сбытом синтетических наркотических средств через интернет-магазин. Несколько минут обыска и стол уже завален различными свертками и пакетами. Молодые люди прекрасно были осведомлены и об уголовной ответственности, и о волне смертей, прокатившейся по России из-за массовых отравлений спайсами. Руководитель преступной группы недавно получил что-то вроде продвижения по карьерной лестнице, но насладиться новой ролью не дали сотрудники службы наркоконтроля. Молодой человек, который ранее в другом регионе тоже был мелким закладчиком и работал, тоже совершал закладки наркотических средств. И потом просто-напросто поднялся, скажем так, по карьерной лестнице и стал более крупным дилером в другом регионе. Тебе сколько лет? 23 года. Где живешь? Проживаю здесь, в Шереметьевске. А так вообще откуда приехал? С Саратовом. И как ты здесь очутился? Мне предложили сюда переехать, я согласился. Для чего переехать? Работать здесь. Кем? Закладчиком. Закладывать что? Наркотические вещества. Какие объемы проходили через твои руки? Обычно 50 до полкилограмма. Ну а в месяц сколько ты примерно реализовывал? Я не подсчитывал. Ну, достаточно. Ну, не по нескольку килограммах? Ну, где-то по полкилограмма, да, килограмм в день. То есть порядка, ну, где-то 30 килограмм в месяц. Кажется, в этом случае проще узнать, где наркотиков нет. Спайса и соли в каждой тумбочке, в сумке задержанного и в карманах одежды. У тебя совесть-то есть? Есть. Но угрызения не мучают? Ну, слегка помучиваю. Помучиваю слегка. Ну, то есть ты понимаешь, да, о чем занимался? И последствия, которые люди испытывают в приемах этих веществ. Каждый выбирает самую испытывательную испытывательность. Тех, кто осознанно или нет идет по стопам таких дельцов, сдают сами жители. Не согласны терпеть подозрительных соседей и их еще более странных гостей. Но, к сожалению, почти еженедельно в сводках мелькают данные о новых продавцах или покупателях наркотиков. У каждого бывают неудачные дни, когда буквально все работает против нас. Но, пожалуй, можно предположить, что именно череда неудач спасла рязанца от более серьезных последствий. В новогодние праздники мужчина познакомился с веселой компанией. За рюмкой спиртного добродушно рассказал о себе. Назвал домашний адрес, сказал, что проживает один. Новые друзья тут же решили напроситься в гости. Но потерпевший, даже будучи пьяным, счел эту идею не самой хорошей. Указанные лица восприняли отказ как недобродушный жест, в результате чего между ними возникла ссора, пересушедшая даже в драку, в результате которой неосторожный житель Московского района бежал. При этом оборонил собственные ключи. Растрепанного и пьяного мужчину в тот вечер задержали сотрудники полиции. А в это самое время в его квартире уже расположилась та самая компания. Незваные гости терпеливо ждали возвращения хозяина. Когда этот процесс стал надоедать, забрали DVD-проигрыватель с коллекцией дисков и ушли в освояси. Кто знает, чем бы обернулся для потерпевшего приход домой, если бы он не попался на глаза сотрудникам полиции. Своего поведения явно сделал выводы, поскольку банальная ситуация повлекла вот такие последствия с причинением телесных повреждений, а также хищением имущества. А также нарушение его кондиционных прав на неприкосновенные жилища. Мигрантам, приезжающим в Россию за жильем или работой, часто бывало трудно найти общий язык с местным населением в прямом смысле слова. Бомбарбе! Кергуну! Что он сказал? Когда количество гастарбайтеров перевалило за 2,5 миллиона, власти всерьез задумались. Стоит ли пускать в страну людей, не знающих истории России, национального языка и законов? Особенно много вопросов появилось после вступления в силу новых норм законодательства, касающихся мигрантов. На днях мы сами посмотрели, как работает центр тестирования граждан зарубежных стран. Если в 2013 году, когда открылся центр, экзамены по русскому языку сдавали только отдельные категории мигрантов, трудящихся в сферах торговли, ЖКХ и обслуживания, то с этого года вспомнить правописание, имена знаменитых полководцев и главные праздники приютившей страны придется абсолютно всем. Есть, которые очень хорошие результаты показывают, дают очень хорошо и на 90 баллов, и 100, и выше 90 баллов. Готовлюсь через интернет только, в интернете всех езжу. И это самое правильное решение. Материалы для подготовки к тестированию, а это более 100 позиций, размещены на российском тестовом консорциуме. На родине многие учились довольно неплохо, но богатый и могучий русский язык ставит в тупик даже отличников и хорошистов. У вас нет этого рода, русский язык есть этот род, поэтому мы ошибаемся. Если еще недавно большинство тестируемых приезжало из Узбекистана, Таджикистана и Молдовы, то сегодня на первом месте Украина. Люди хотят остаться в России. А Табек привез свою семью из Таджикистана. Я уже 10-й год, у меня видно, что это своя неделя, и его жена хотят на документы. Вы работаете здесь, в России уже давно? Да, да. А с русским языком как у вас, с историей России? Знания немножко, да. Немножко? Да. Теперь надо сдавать экзамен? Да, да. Сложное дело? Да, наверное, сложно. Тахеру уже 37, ему повезло больше. Он приехал давно и учился в нашей школе. Сегодня привел в центр своего племянника и искренне переживает, что новые изменения в законодательстве не на пользу его землякам. Сейчас вот люди приезжают сюда, у них месяц есть, чтобы сдавать документы в миграционную службу. А вот тут они экзамен сдают, а в течение трех недель они дают сертификат. Я так думаю, они не успеют, потому что еще после этого они должны сдавать экзамен на медицину, там всякие анализы. Ну, а там тоже есть срок. У дверей кабинета начальника центра пусто не бывает. И почти каждый просит как можно скорее получить необходимые документы о сдаче экзаменов. Мы говорим, иди готовься, нужно приготовиться к тебе, потом через время прийти и сдать. А я хочу завтра сдать экзамен. Я говорю, завтра ты не будешь по-русски говорить лучше, чем ты сдал вчера на неудовлетворитель. А я все равно хочу завтра. Запиши меня, сестра, я хочу завтра сдавать экзамен. Я говорю, ну, ты еще раз придешь, еще раз заплатишь эти пять тысяч, и будешь платить, и каждый день завтра приходите. И в заключении ложка дегтя от журналистов. Нам не раз приходится слышать за кадром, что очень многие мигранты считают одолжением для России свой визит, указывая, что наши за их зарплаты так работать не будут. Данная категория граждан мгновенно перестает понимать русский язык, как только это становится невыгодно. Беспардонно ломятся к сотрудникам госучреждений и забывают о культуре. Как будто после экзаменов вовсе и не важно уважать чужой менталитет и соблюдать элементарные нормы поведения. Это были главные криминальные темы недели. Не ввязывайтесь в авантюры и до новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин